Добрый день, меня зовут Айжам Ойрат и сегодня мы с вами поговорим о том, как можно защититься от сексуальных домогательств и что делать, если у вас домогались. Я являюсь координатором программ Центра исследования про политики и юристом-международником по образованию, а также экспертом в области противодействия сексуальных домогательств на рабочем месте и в общественных местах. Эта презентация подготовлена в рамках проекта, который поддерживается Canada Fund for Local Initiatives и является вторым из цикла видео-лекции по сексуальным домогательствам. Напомню, что в первом видео мы говорили о том, что такое сексуальное домогательство и как это регулируется в рамках казахстанского законодательства. В этом сегодняшнем выпуске мы будем говорить, что конкретно можно делать, какие есть у вас права и поделитесь лайфхаками. В последующих видео мы будем говорить о том, как нужно внедрять корпоративные политики, чтобы запретить сексуальные домогательства на рабочем месте. Я бы хотела остановиться немножко на важности вот этого дисклеймера, потому что когда мы говорим о том, как противодействовать сексуальным домогательствам, как себя защитить, очень важно, что понимать, что нельзя никогда обвинять человека, который пострадал от сексуальных домогательств, что он в этом виноват. То есть виктимблемингом ни в коем случае мы не должны заниматься. Мы говорим, мы можем бесконечно говорить о мерах безопасности, что мы можем делать, чтобы в жизни было меньше каких-то инцидентов, но 100% человек себя обезопасить от сексуальных домогательств не может. И агрессор, он всегда самостоятельно предпринимает действия, те иные действия, не считаясь с людьми и таким образом оскорбляет людей, создает опасную атмосферу для окружающих. Также следует отметить, что сексуальные домогательства на рабочем месте и сексуальные домогательства в общественных местах, они очень существенно отличаются. Поэтому здесь вот очень важно понимать, что вот эта грань очень тонкая, и те советы, которые можно использовать на рабочем месте, они, возможно, не будут применимы в общественных местах и наоборот. Давайте начнем с того, как можно себя обезопасить. В первую очередь, когда мы работаем в больших организациях или мы посещаем большие организации, в том числе и государственные органы, то всегда важно создавать вот это безопасное пространство для встреч. То есть если вы первый раз видите человека, вы в нем еще не уверены, то лучше выбирать такие места, где есть, возможно, стеклянные такие стены, где есть большие конференц-залы, в которых присутствует несколько человек. Или вы, если встречаетесь в офисе тэ-тэ-тэ, то вы можете открыть дверь, чтобы, если что, там ваши разговоры были слышны, и вы будете чувствовать в этом плане более безопасно. И, конечно же, мы советуем одеваться нейтрально и вести себя профессионально. То есть если мы не хотим, чтобы наши границы не нарушали, то мы, соответственно, не должны нарушать чужие границы. Это значит, что не надо, не следует шутить с людьми на пошлой шутке, сексуальным подтекстом, заводить личные разговоры, спрашивать, там, замужем ли, женат ли человек. Такие личные вопросы задавать или есть личную жизнь своих коллег не рекомендуется, потому что на работе мы должны себя вести профессионально. Когда мы создаем эту рабочую атмосферу, естественно, вы сами должны поддерживать людей, которые подвергаются домогательствам со стороны ваших коллег и сообщать о таком поведении, что проводить беседы, что вот так лучше себя не вести, такие разговоры лучше не говорить, вот так вот не шутить и призывать участвовать в этом диалоге мужчин. И, конечно же, всегда нужно оценивать риски, когда, как происходит. Я хотела бы поделиться здесь небольшим таким примером. У меня есть, скажем так, работодатель, у которого очень теплые отношения с коллективом. Коллектив очень молодой, и все очень открыто разговаривают друг с другом, коммуницируют, и учредитель себе позволяет иногда пошло пошутить. И при этом все смеются, и руководитель в этом не видит проблему, потому что все же смеются, значит, всем комфортно. Но часто руководители забывают, что они пребывают в позиции силы, а его коллектив в слабой позиции, то есть они от него зависят. То есть в этом случае часто бывает так, что отдельные люди, которым не нравятся эти шутки, возможно, прикосновения какие-то, какие-то обсуждения, какие-то мемы, они не могут этого сказать, потому что они не хотят портить эту дружелюбную атмосферу. Потому что если они начнут выговаривать это, свой некомфорт, то получится так, что с ним люди перестанут вообще разговаривать. То есть своего рода бойкот на работе устроят. Вот этого вот часто руководители не учитывают, что даже если человек там смеется, не говорит, что ему там некомфортно, это не значит, что ему некомфортно. Просто потому, что у нас это не принято, что женщины замалчивают проблемы, получается, что получается. Поэтому в этом смысле работодателям и вообще руководителям среднего и высшего звена следует обращать на это внимание. Давайте поговорим о конкретном примере. Скажем, вот идет разговор с коллегой и идет какое-то поведение. Это может быть разные формы. Я говорила это в предыдущей лекции. Что можно сделать? Просто сказать, знаешь, я очень рада с тобой иметь теплые дружеские отношения, но, пожалуйста, вот так вот не делай. Я надеюсь, что такой человек, профессиональный человек, как ты, меня правильно поймет. Или если вы видите, что уже есть конкретные, как сказать, призывы к романтическим отношениям, какие-то приглашения, то можно всегда сказать, что, знаете, я здесь на работу прихожу, и меня не интересуют романтические отношения. Даже если вы в браке или не в браке, то вы спокойно можете так говорить, потому что это право, ваша половая свобода, ваша, в принципе, свобода выбора. Быть в отношениях, не быть в отношениях, это не касается абсолютно никого. Поэтому будьте свободны, выражая такое мнение. Если к вам прикасаются, приближаются, да, вот у нас на работе бывает часто, да, вы вот работаете за компьютером, хотите коллеге что-то показать, и коллега подходит очень близко, да, и там держит вас там за спину, там массаж, пока он смотрит на ваш экран. То есть можно избегать таких моментов, шерить экраны по-другому, устраивать рабочее место так, чтобы за спиной к вам не подходили. Если к вам уже подходят вас, к вам прикасаются, то вы можете сказать, ты не мог бы убрать руку, мне неприятно и так далее. То есть такие вещи надо говорить, и это не всегда считается домоградическим. Потому что у людей не всегда бывают намерения, чтобы вас обидеть, поэтому иногда бывает достаточно того, что вы скажете, пожалуйста, я так не делаю, и человек прекращает. У него, возможно, нет намерений, с одной стороны, с другой стороны, он, может быть, не знает, что таким образом он вас как-то оставит в неловкое положение. Поэтому первый шаг в борьбе с сексуальными домогачествами – это сказать нет. И, возможно, таким вот образом ситуация сама себя исчерпает. Кто-то боится откровенно разговаривать и пытается как-то косвенно упомянуть, что у него есть супруг, девушка, жена, муж и парень и так далее. Может это помочь действительно, да, когда речь идет о каких-то недолгосрочных таких контактах по работе, скажем так, с контрагентами и так далее. Можно носить кольца и так далее, да. Можно меньше улыбаться и отодвинуться и так далее. Вы можете именно конкретно в этой ситуации, да, выйти из нее таким образом, чтобы показаться, да, максимально дружелюбным. Но вы должны понимать, что если такое поведение продолжается, а вы на нее не реагируете, то в глобальном смысле вы с такого рода посягательствами на ваши вот личные границы, вы никак не боретесь с этим. Ну и получается человек, да, который нарушает ваши границы, он не понимает, что не так он сделал и вообще делал ли у него что-то не так. Поэтому вы просто в моменте можете как-то выйти из этой ситуации, но вы должны это помнить. Косвенные какие-то вот такие моменты, они помогают вот в моменте, да, то есть, например, если вы ночью там в один час задержались, и вот там коллега пришел и решил как-то вот с вами пофлиртовать, да, а вы вот в здании одна, то вот эта потенциально опасная ситуация как раз-таки это и есть. Да, вы можете там упомянуть, вот сейчас со мной вот муж поднимается, там подруга идет и так далее, сейчас меня заберут, чтобы вот в моменте разродить обстановку. Можно применять и нужно применять, но только когда есть опасность. Можно игнорировать поведение, то есть, как будто вы не слышали этот жест какой-то, не заметили, что к вам прикоснулись, продолжать дальше, игнорировать любые ухаживания, какие-то подарки, комплименты. Иногда люди могут после этого сдаться и перестать какие-то действия предпринимать. Но опять же, если ситуация опасная, а вы ее игнорируете, да, там, скажем, на корпоративе вас там прижали к лифту, и вы как-то вот стоите, улыбаетесь и ничего не делаете, то как бы вы поощряете это поведение, когда нужно оттолкнуть и убегать. Поэтому когда вы игнорируете поведение, в моменте это может быть спасти ситуацию, но вы не даете понять агрессору, что так вести себя не надо, и он потом в будущем может продолжать себя так вести. Кто-то отшучивается, да? Иногда люди отшучиваются от сексистских каких-то выражений, да? Это когда там выражение, которое оскорбляет женщину или мужчину, потому что он женщина или мужчина. или какие-то слова использует, да, чтобы сказать, что вы как-то вот выглядите по-особенному и так далее. Юмор может помочь в неудобной ситуации, да. Но ваш юмор, опять же, не подразумевает то, что вам это не нравится, вам некомфортно и так далее. Вы не показываете человеку, что так с вами нельзя, поэтому на рабочем месте он может продолжать так себя вести. Поэтому использовать юмор, опять же, рекомендуется, когда вы там общаетесь с какими-то партнерами, с донорами, какими-то, может быть, государственными служащими, чтобы в моменте выйти из этой ситуации. Но если это более такие фундаментальные отношения, постоянные, то не надо избегать конфронтации. Если к вам домогать уже физически, то ни в коем случае не надо замирать и терпеть это, да. То есть вас зажали в лифте, вас взяли там за заднюю часть вашего тела, да, или уже блокируют ваши руки, да, здесь вот хватая, то тогда нужно сразу же убирать эти прикосновения, пока ваши движения не были заблокированы. Если за вами кто-то идет, по тому же коридору, например, и там, не знаю, за вами идут там в уборную, то нужно будет уже здесь быть громче, да, чтобы привлечь внимание окружающих, типа зачем вы за мной идете, чем я могу вам помочь. И таким вот образом вы, поднимая этот голос, да, немножко отталкиваете от себя агрессора. Ни в коем случае не позволяйте такому случиться, чтобы вас там проводили там до туалета, проводили, да, например, если вы в командировке находитесь до комнаты вашей, это очень опасно, поэтому всегда думайте над тем, чтобы снизить такие вот моменты. Если вы столкнулись с домогательствами, да, что можно с этим сделать, да, это произошло на рабочем месте. Если у вас есть политики на работе, которые запрещают сексуальные домогательства, то следует обратиться с жалобой в отдел кадров. Обратите внимание, что вот когда вы пишете заявление, лучше сделать так, чтобы это зафиксировать. То есть вы можете через канцелярию отправить, чтобы канцелярия приняла ваше вот это заявление, поставила входящий номер, и вам, получается, копию тоже вручил. Это будет важно, если ситуация будет за пределы конфликта, просто на уровне работодатель. Если у вас, то есть, получается, вас домогались уже в более таких жестких формах, да, то есть, например, вас принуждают уже к романтическим отношениям, когда вы этого не хотите, вас шантажируют, вам угрожают, вас уже физически трогают, то в этом случае вам можно уже обращаться в полицию и параллельно обращаться с иском в суд, да, там о защите чести и достоинства, потому что это оскорбляет вас. И, естественно, если вы работаете педагогом, медицинским или фармацевтическим работником, то вы можете уже жаловать за ваши полномоченные органы через управление образованием, управление здравоохранением или напрямую в министерство образования и министерство здравоохранения. Но я, конечно же, рекомендую, прежде всего, обратиться за юридической консультацией, потому что ситуации действительно бывают разные, более легкие формы сексуальных домогательств, что-то вроде вот комплиментов. Опять же, если просто вот за вами сзади подошли, сделали массаж, это не всегда сексуальные домогательства. Это просто, может быть, человек пытается быть дружелюбным, и эти вопросы можно на уровне переговоров, просьб так не делать, прекратить. Но если речь идет о конкретных предложениях, вступить в половую связь, если у вас уже домогается и онлайн, и аудио, и отправляют вам разные фото и видео, то это уже другая форма, и тут могут быть еще другие механизмы взаимодействия. Что делать, если у вас домогается ваш шеф или коллега? Опасная ситуация, потому что вас могут уволить за то, что вы непродуктивно работаете, за отказ. И вы не сможете доказать, было ли давление на вас или нет. Поэтому, в первую очередь, нужно начать со сбора доказательств. Но опять же, если вы находитесь в той ситуации рискованной достаточно, находитесь на бахте, или вы работаете на каких-то строительных площадках, есть большой риск быть изнасилованы, то ходить, молчать, собирая доказательства, это будет для вас очень рискованно. Поэтому советуйтесь со своим юристом, какой вариант для вас будет более приемлемый. То есть начать собирать доказательства, ждать, когда появится больше доказательств, и потом жаловаться или жаловаться сразу после небольших инцидентов. То есть если у вас есть протоколы, какие-то процедуры, которые запрещают сексуальные домогательства на рабочем месте, то исследуйте. То есть где-то надо написать жалобу, напишите жалобу, где-то нужно обращаться в HR, где-то там к руководителю и так далее. Посмотрите, понаблюдайте, узнаете, есть ли еще люди, которые пострадали от этого человека, домогательства. Поговорите со своими руководителями непосредственно, если вы им доверяете. Документируйте все ваши переговоры, документируйте вашу производительность. И если у вас ввозвлась процедур нет, а вообще в целом ситуация с обидчиком не такая уж и плохая, то есть на уровне, опять же, очень легких форм сексуальных домогательств, возможно, достаточно будет просто написать e-mail, чтобы задокументировать этот момент и попросить, слушай, вот ты тогда вот так-то сказал, или ты тогда вот то-то мне прислал, ты вот так сделал, сделала, то не делай так, пожалуйста, мне неприятно, а если это будет повторяться, то мне придется пожаловаться. Вот таким вот образом можно отвечать. Не забывайте о том, что у вас есть право на половую свободу. Это значит вступать или не вступать в романтические отношения, совершать половой акт, не совершать половой акт. Тогда, когда вы этого хотите, что вы имеете право на защиту чести и достоинства, то есть любые посягательства на вас, словесные оскорбления в случае отказа вступить в какую-либо связь, то вы можете здесь защищаться через гражданское судопроизводство. Не забывайте, что даже если вы были в романтических отношениях и в какой-то момент вы больше не хотите, а вас заставляют, то это тоже может считаться за сексуальные домогательства и может преследоваться даже уголовно в некоторых ситуациях. И вы можете обращаться в полицию, и в суды, и в полномочный орган, когда есть такие вот процедуры, естественно, вы можете требовать вашего работодателя принимать политики, запрещающие сексуальные домогательства, ну не только, но и в целом дискриминацию на рабочем месте. Вы можете требовать извинений за какие-то поступки в отношении вас совершенные, и не забывайте про компенсацию, если вы подвергались сексуальным домогательствам, вам может понадобиться там психотерапия, например, и в этом случае как раз-таки возмещение вреда будет как раз для вас полезным. Если говорить о работодателях, как должны хорошие работодатели вести себя в 21 веке, то это естественно, такие работодатели должны принимать четкие политики, которые запрещают не только сексуальные домогательства, но и дискриминацию в целом. Такие работодатели устанавливают четкие правила, какие жалобы принимаются, кто их принимает, в каком порядке они рассматриваются, кто их рассматривает, в каких сроках они рассматриваются и так далее. Такие работодатели сохраняют конфиденциальность, защищают жертвы, защищают людей, которые являются свидетелями домогательства. Такие работодатели регулярно проводят климатические исследования, есть ли сексуальный домогательство на рабочем месте или нет, что может беспокоить сотрудников, какие обучения проводят, как себя лучше вести, как быть эстичным, как быть дружелюбным на работе, чтобы создавать безопасную, такую процветающую атмосферу рабочую. И такие работодатели сами являются образцом хорошего поведения, то есть наилучших деловых практик. Поэтому вы, как человек, который выбирает, где работать, вы должны требовать от работодателей высоких стандартов поведения. Это вот то, что касается сексуально-домогательной рабочей месте. Давайте теперь перейдем к разделу сексуальных домогательств в общественных местах. Это совершенно другая история, здесь потому что есть больше риска. Давайте начнем с домогательства в общественном транспорте. Очень часто встречается домогательство в такси. Что можно здесь делать? Вы никогда не можете предсказать, будет ли у вас такси домогаться или нет. То есть вы никогда не можете себя на 100% от этого обезопасить. Есть риск быть изнасилованной, конечно, когда речь идет о каких-то больших поездках между городами и так далее. В этом случае, что мы рекомендуем делать? Используйте официальные такси. В этих такси у вас больше шансов на то, что вы можете пожаловаться. Тот же InDriver, Яндекс или какие-то другие официальные такси в вашем городе. Вы можете звонить и жаловаться, и требовать, чтобы этих людей уволили. Если вас помогают, вы можете начать снимать на видео. Если вы переживаете насчет междугородних поездок, звоните и говорите, что вот я с какой-то машиной еду туда-то, туда-то, ты же меня встречаешь и так далее. В этом случае ваш агрессор, даже если у него будут идеи, вас как-то обидеть, то, скорее всего, она передумает. Если мы говорим про общественный транспорт, да, вроде автобуса. В автобусах часто принято, да, вот гладить сзади, да, вот женщины часто сталкиваются с тем, что мужчины трутся, да, об них половыми органами, иными какими-то частями тела. Бывает так, что пытаются заговорить и так далее. Что в этом случае можно сделать? Можно попросить людей возле себя помочь и сказать, попросить, чтобы человек там отошел и так далее. Иногда бывает так, что взрослые женщины или там мужчины защищают там других людей и вступают в этот диалог. Если вы там пользуетесь, например, поездами, да, и вы любите там ездить в купе, то выбирайте купе, в которых есть отдельно женщины, отдельно мужчины. Но мы должны понимать, что женщины и женщины тоже могут домогаться, и мужчины и мужчин тоже. И поэтому будьте бдительны, и если вы чувствуете себя некомфортно, то просите проводника вас отселить. Если мы говорим про, в целом, да, метро, да, например, там, где вы по эскалатору спускаетесь, есть такой вот тренд за рубежом, да, upskirting называется. Это фотографировать женщин из-под юбки, да. То есть это своего рода тоже домогательство. В Казахстане это напрямую не запрещено, но можно сказать, что это оскорбительное приставание, конечно же, и наказывать там по статье мелкого хулиганства. Ну, неважно. Это важно то, что такое может произойти, и будьте бдительны, да, и, то есть если вот сзади к вам близко приближаются, то реагируйте обязательно. Если мы говорим о, там, такси, да, и купе, то здесь надо вот реактивно, быстро-быстро реагировать. То, что касается, например, в автобусах, это немножко, конечно, рискованно, потому что вас там могут ударить, вас могут ограбить и там оскорбить и так далее, поэтому здесь вот нужно быть немножко аккуратными, но все равно нужно реагировать, просить там кондуктора к вам помочь и так далее. То есть сейчас вот чаще и чаще в автобусах устанавливаются камеры видеонаблюдения, и если у вас это там задокументировано, обращайтесь в полицию, защищайте себя. Ну, в любом случае нужно обращаться в полицию и защищаться в общественных местах. Домогательство в общественных местах. Это улицы, парки и так далее. Очень опасная форма сексуальных домогательств, которая очень легко с кетколинга, да, это пресистывание может дойти до преследования, грабежа, изнасилования. То есть такие кейсы были, и это очень рискованно в этом случае вступать в конфликт. То есть если вы на рабочем месте можете там внести диалог, просить человека так больше не делать, то в общественных местах, то есть это не рекомендуется вступать в диалог с агрессорами, потому что чем больше вы там вступаете в диалог, отвечаете ему, то вы раздуваете конфликты, и вас там могут ударить, особенно если человек там находится в состоянии алкогольного опьянения, просто это такой был кейс, когда мужчина домогался двух девушек в состоянии алкогольного опьянения, его пытался, вмешался полицейский, да, который был не при исполнении, просто мимо проходил, в итоге вот этот агрессор вытащил нож и два раза пырнул ножом этого полицейского. Полицейский погиб на месте происшествия, поэтому такая ситуация, она очень опасная. Поэтому, когда мы говорим про улицы, парки, какие-то еще общественные места вроде торговых центров, выбирайте безопасные пространства, то есть не ходите в темных переулках. Если вы видите, что за вами кто-то идет, вы вышли с автобуса, за вами кто-то идет, попросите помощи у окружающих, позвоните в полицию, позвоните друзьям и родственникам, как будто к вам идут навстречу, и думайте о том, что, возможно, вам не надо вступать в конфликт. Если вас домогаются, скажем так, в больнице, в школе, да, и еще в университете, там есть уже процедуры, то есть вы можете пожаловаться, да, это может быть также акцион, любое место, где общественное питание, рестораны и так далее, то вы можете пригласить официанта и сказать, извините, меня беспокоят вот эти вот люди, вы не могли бы меня там пересадить. В этих случаях часто бывает, что официанты вмешиваются и могут вам помочь выйти из этой ситуации. Если вас сам официант домогает, то можете обратиться к менеджеру и так далее, да, то есть там снимать это дело и просить о помощи. Если происходит в больнице, да, вас там врачи домогаются, то обращайтесь, там, жалуйтесь в этот, в управление, да, этой полиции, в управление образования с жалобой о том, что там вас домогались. Если вас там домогаются в учебных заведениях, да, ваши там преподаватели, там тоже есть вот эти методы, где вы можете себя защитить. Поэтому всегда нужно учитывать контекст. Если вы находитесь в таком опасном, уязвимом положении, то пытайтесь из этой ситуации выйти и использовать вот эти методы системы самообороны, да. Но я юрист, я не могу вас научить, как 100% себя защитить, поэтому если вы чувствуете в этом надобность, проходите курсы самозащиты, самообороны, вам это не будет вредно. Мы сейчас же говорим не только о Казахстане, потому что сексуальные домогательства, в принципе, могут происходить по всему миру, и вы никогда не можете себя 100% от этого защитить. Сексуальные домогательства могут также онлайн происходить, да. Иногда вам отправляют какие-то мемы, эмоджи, какие-то фотографии плохих органов даже, да, какую-то порнографию, или просто, да, писать, давайте встретимся, давайте это, давайте то, и предлагать какие-то вещи. Вы можете просто сказать, нет, спасибо, я не хочу, меня это не интересует. Если человек продолжает, вы можете просто заблокировать этого человека, иногда люди перестают это делать. Я сама так делаю, и это, в принципе, рабочий механизм. Но ни в коем случае не удаляйте переписки, наоборот, скрыньте и сохраняйте. После этого, например, если человек будет с других уже аккаунтов за вами следить, вам что-то предлагать, то вы можете это все документировать и жаловаться. Просите поддержки у друзей, рассказывайте о том, что вы сталкиваетесь социальными домогательствами в сети. Рассказывайте родственникам, чтобы они знали, что если что, вот есть человек, который, возможно, вас онлайн преследует. Имейте в виду, что если вот эти просто предложения, вступить в половую связь и так далее, переходят в какие-то другие формы, в форме физического вашего преследования, в форме распространения о вас какой-то информации или же угрозы распространить какую-то информацию, в том числе какие-то ваши фотографии личные, может быть, даже интимный характер, ваши переписки, то есть любые виды шантажа, взаимодействия, угрозы, это уже повод обратиться к полицию. Если вы не знаете, что делать с тем, не стоя на ситуации, то обращайтесь за помощью к юристам. И это обязательная вещь, потому что часто люди сами не могут понять, это является сексуальным домогательством или нет. То есть иногда бывает так, что просто человек предлагает какой-то обед другому человеку, но это просто может быть дружеская или бизнес-встреча. Некоторые считают это за сексуальные домогательства, это не всегда так, поэтому контекст может быть совершенно разный, и какие-то формы сексуальных домогательств, уже там уголовные проступы, уже уголовное преступление, а люди это не осознают. Поэтому если вы в этом не разбираетесь, это нормально не разбираться, но следует проконсультироваться у юриста или адвоката, который разбирается в этом. Если у вас нет средств на такую юридическую консультацию, обращайтесь в союз кризисных центров, там вас проконсультируют, и возможно вам даже понадобится помощь психологов. Этим тоже не надо считать, что это вот не нужно, потому что сексуальные домогательства, особенно когда они происходят на рабочем месте, вот это есть психологическое давление, или происходит там, например, будучи, если вы взрослый, вас домогает там родственник какой-то, это вот очень тяжело пережить. Поэтому обращайтесь к психологу, говорите об этом, пытайтесь себя защитить разными способами, потому что сейчас даже учитывая, что в Казахстане нет законодательства, которое запрещает сексуальное домогательство, вы все равно можете себя защитить. Поэтому не пренебрегайте этими способами, и если вам интересно знать больше о сексуальных домогательствах и как внедрять политики запрета сексуального домогательства, и вообще вам интересен проект, то вы можете пройти по этому QR-коду и узнать подробнее. А если у вас есть дополнительные вопросы, по этим лайфхакам, или вам нужно дополнительное обучение, то вы можете обращаться напрямую ко мне, я буду рада вам с этим помочь. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok